На острове Валааме официально открылся очередной паломнический и туристический сезон. Ежегодно за этот период Святой Остров посещает более 140 тысяч человек, туристов, паломников и волонтеров, желающих потрудиться здесь во славу Божию. Подробности в нашем сюжете подготовлены по материалам пресс-службы Валаамского монастыря. С началом навигационного периода на острове Валаам стартует паломнический и туристический сезон. Количество приезжающих на остров неуклонно растет с каждым годом. Как правило, за лето обитель посещает около 150 путешественников со всей России, стран Европы и Америки. Помимо паломничества, на Валааме очень развито волонтерское движение. Это добровольцы, помогающие монастырю, в основном в его сельскохозяйственной деятельности. Также из волонтеров образуются экологические группы, которые содействуют сохранению уникальной природы Валаама. Эти люди очищают территорию острова от бытового мусора, оставляемого туристами. Но волонтеры и паломники на святом острове не только трудятся. Чаще здесь слышна все-таки молитва, нежели звуки топора или газонокосилки. Главная достопримечательность Валаама и прилегающих к нему островов в Ладожском озере – это, конечно, Спасо-Преображенский монастырь и его скиты. Как правило, сам эконом обители Отец Ефим проводят для добровольцев экскурсии, в том числе и по дальним скитам, на которые отправляются маленькие монастырские корабли. Поэтому, если вы соберетесь стать волонтером на Валааме, не пожалеете. Это уникальная возможность совершенно бесплатно провести три недели в благодатном месте, трудясь во славу Божию и внося свою лепту в развитие и жизнь Спасо-Преображенского монастыря. Ну а подробнее о работе волонтеров на Валааме можно узнать на сайте волонтер.валаам.ру. Субтитры создавал DimaTorzok